Продолжаем чтение книги епископа Василия Кенишемского «Беседы на Евангелие от Марка», глава 7, с 1 по 24 стих. Снова евангелист Марк рассказывает нам о столкновении между Господом и фарисеями, одном из тех многочисленных столкновений, которые постепенно, усиливая злобу фарисеев, приводят к страшной развязке. Непростое недоразумение и не одно лишь раздраженное мелкое самолюбие, боящееся потерять свое влияние, чувствуются в укорах книжников, упрекающих учеников Господа в несоблюдении старческих преданий. Корни столкновения лежат гораздо глубже. Перед нами два совершенно различных мировоззрения, два взгляда на религию, два понимания отношения человека к Богу. Ясно, что фарисеи ценят главным образом внешнее поведение и ритуальное или обрядовое благочестие, выражающееся в тщательном и неуклонном выполнении обрядов, многочисленных преданий, религиозных обычаев. Господь, наоборот, требует от человека внутренних настроений, любящего чистого сердца, души, благоговейно преданно Богу и поведение, всецело подчиненного этому духу любви к ближнему и преданности Богу. Все это возможно лишь при условии, если единственным центром жизни для человека является Бог и единственной целью жизненного стремления – единение с Ним. Но мы уже знаем, что эти стремления легко подменить другими, имеющими лишь религиозную видимость, и Бога можно заменить различными кумирами. Как ни странно, но таким кумиром, заменяющим Бога, может стать внешний религиозный культ, пышное торжественное богослужение или даже аскетический подвиг. Всем этим можно увлечься до такой степени, что совершенно исчезает мысль о том, что все это не более как средство религиозного воспитания, вне этого не имеющее никакой ценности. Средство становится самодавлеющей целью, и в этом увлечении внешностью самая мысль о Боге тускнеет и ослабевает. Для пояснения приведем следующее сравнение. Цель гимнастики состоит в том, чтобы укрепить здоровье человека, и большинство занимается ею именно для этого. Но можно и не иметь этой цели в виду и заниматься гимнастикой ради самой гимнастики, чтобы научиться искуснее делать разные трюки или поставить новый рекорд в каком-либо виде спорта. Так занимаются и акробаты, борцы, профессиональные спортсмены. Основная задача укрепления здоровья тогда забывается совершенно, а чрезмерные упражнения даже вредят. Аскетический подвиг укрепляет духовное здоровье. И в этом его единственный смысл. Есть люди, искренне религиозные и верующие, для которых само слово «подвиг» и мысль о подражании древним святым в суровости жизни имеют деятельную силу. И они готовы принять на себя любой подвиг ради самого подвига, совершенно не считаясь с тем, приблизит это или удалит их от главной цели христианской жизни – единение с Богом. Ибо чрезмерный подвиг может быть даже духовно вреден. Для этих людей подвиг становится кумиром, заменяющим Бога. Для фарисеев таким кумиром, который заслонил от них идею чистого богопочитания и обязательного подчинения единой воле Божьей, было предание старцев и обряды. Всецело уйдя в эту сторону и слепо следуя за своими излюбленными преданиями, они нередко замечали, что эта ложная ревность ведет их к нарушению подлинной воли Божьей, ясно выраженной в законе Моисеевом. Каким образом и от каких причин произошел этот неправильный сдвиг в религиозном мировоззрении, мы не будем здесь говорить. Господь в своем ответе ревнителям преданий отмечает одну частность, где вся бессмыслица их неумеренной ревности выступает особенно ярко. На этих словах мы и остановимся. И сказал им, хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание? Ибо Моисей сказал, почитай отца своего и мать свою, и злословящий отца и мать смертью да умрет. А вы говорите, кто скажет отцу или матери «корван», то есть дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей, устраняя слово Божие, преданием вашим, которое вы установили, и делаете многое, всему подобное. Евангелие от Марка, 7 глава, с 9 по 13 стих. Ясно и определенно, Господь указывает на противоречие закону, в котором оказались фарисеи, на тот тупик, в который они зашли благодаря тому, что подменили волю Божию своим преданием. Самый обыкновенный недостаток суетной религии и лицемерного благочестия состоит в злоупотреблении внешней обрядностью. В том и заключалось фарисейство, с которым Господь неустанно боролся. Человек прикрывает этой маской свои пороки. Таково бывает самомнение этих фальшивых святош, что они жертвуют святым Божьим законом для жалкой обрядности своей благочестивой фантазии. Фарисей в силу обета посвящает весь свой избыток храму. На покупку жертв, соли и дров и оставляет умирать с голода отца и мать. Закон Моисея требовал полного послушания и почтения к родителям. И вместе с этим на детей возлагались, конечно, заботы о поддержке их существования. Но если сын тяготился этой обязанностью и хотел от нее отделаться, ему достаточно было сказать о средствах, идущих на содержание родителей. Корван, то есть посвящается Богу. И он был свободен от своего сыновьего долга. Нарушение Моисеева закона и воли Божьей в нем выражалось ясно. И каждому из слушателей становилось понятно, насколько неправы были фарисеи в своем обрядном фанатизме. Обличая фарисеев, Господь в то же время подчеркивает необходимость исполнения ветхозаветных заповедей, и в частности, важной пятой заповеди закона Моисеева о почитании родителей, которая, по-видимому, очень страдала в то время из-за всеобщего огрубения нравов. Заповедь эта дана в Ветхом Завете. Но здесь Господь дает безусловное подтверждение ее обязательности для своих последователей, христиан всех времен. С этой точки зрения слова Божьи приобретают для нас особенно волнующий, захватывающий смысл, ибо отношение детей к родителям – это больной вопрос нашей современности. Кажется, никогда еще пятая заповедь десятословия не была в таком пренебрежении, и никогда еще родители не страдали так от детей, как в настоящее время. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо, и чтобы продлились дни твои на земле». Так заповедал Господь через Моисея. «Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу», свидетельствует апостол Павел в послании к Колоссянам. И в послании к Ефесянам подтверждает с новой силой. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать». Это первая заповедь с обетованием. «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Премудрый сын Сирархов говорит. «Дети, послушайте меня, отца, и поступайте так, чтобы вам спастись, ибо Господь возвысил отца над детьми и утвердил суд матери над сыновьями. Почитающий отца очистится от грехов, и уважающий мать свою, как приобретающий сокровище. Почитающий отца будет иметь радость от детей своих, и в день молитвы своей будет услышан. Уважающий отца будет долгоденствовать, и послушный Господу успокоит мать свою. Боящийся Господа подчинит отца, и как владыкам послужит родивший его. «Делом и словом почитай отца твоего и мать, чтобы пришло на тебя благословение от них, ибо благословение отца утверждает дом и детей, а клятва матери разрушает до основания. Не ищи славы в бесчестии отца твоего, ибо не слава тебе бесчестия отца. Слава человека от чести отца его, и позор детям мать в бесславии. «Сын, прими отца твоего в старости его, и не огорчай его в жизни его. Хотя бы он и оскудил разумом, имей снисхождение, и не пренебрегай им при полноте силы твоей, ибо милосердие к отцу не будет забыто. Несмотря на грехи твои, благосостояние твое умножится. «В день скорби твоей вспомнится о тебе, как лед от теплоты разрешается грехи твои, оставляющий отца то же, что богохульник, и проклят от Господа, раздражающий мать свою». Так ясно и решительно засвидетельствована в Слове Божьем обязанность сыновьего почитания, почтения к родителям, и обязанность его остается все той уже с древних времен и до наших пор. Господь подтверждал эту заповедь, сам свято исполнял ее при жизни. Припомним, что первое чудо в Кане Галилейской, где он превратил воду в вино, совершенно было им по просьбе его причистой матери. О детских годах Спасителя мы мало имеем сведений. Но святой Лука, тем не менее, хранил одно характерное и ценное замечание, что он был послушным ребенком и был в повиновении у родителей своих. В минуты последней агонии, вися на кресте, когда призрак смерти витал над его главою, заметив свою плачущую мать у подножия креста, он с любовью остановил на ней взор свой. Увидев же, у ученика тут стоящего, которого любил, говорит матери своей, жену, си сын твой, потом говорит ученику, си матерь твоя. И с этого времени ученик си взял ее к себе. В последнюю минуту жизни, забывая о собственных невыносимых страданиях, он проявляет таким образом сыновью нежную заботу о будущем своей матери, поручая ее попечением своего ученика. У древних евреев заповедь о почитании родителей соблюдалась очень строго, как и все заповеди Моисеева закона. За побои и оскорбления родителей присуждали к смертной казни. Виновного выводили за стан или за пределы города и там побивали камнями. Причем в этом принимала участие вся община села или города. Как объясняет святитель Иоанн Златоуст, это делалось с той целью, чтобы каждый участник казни, глядя впоследствии на свою правую руку, бросившую камень, вспоминал о своих обязанностях к родителям. Участвовало в этом все село, ибо ответственность за преступления закона лежала на всех. Семейные отношения древних патриархов сплошь проникнуты этим духом сыновьи почтительности и покорности, и библейская история дает много трогательных примеров глубокой любви к родителям. Вот Исаак, сын Авраама, когда Авраам получил от Бога повеление принести в жертву сына своего, он встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двоих из отроков своих и Исаака, сына своего. Исаак беспрекословно повинуется. Три дня шли они, пока наконец Господь указал Аврааму гору, на которой должно было совершиться жертвоприношение. И сказал Аврааму отрокам своим, «Останьтесь вы здесь с ослом, а я и сын пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам». И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака, сына своего, взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. Доверчиво, с полной готовностью Исаак следует за своим отцом. И пришли на место, о котором сказал ему Бог, и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова, и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Даже в ту минуту под ножом отца Исаак не обнаруживает никакого сопротивления. Чтобы защитить себя, и только ангел Господень, остановивший руку Авраама, сохраняет ему жизнь. Вот Иосиф, сын другого патриарха Иакова. В Египте при дворе фараона он достиг высшей степени. Он богат и всемогуществен, но когда он узнает, что его престарелый отец – простой пастух, и по занятию едет к нему и находится уже близко, он забывает все. Горя нетерпением, скорее увидеть отца и пышный двор, и свой высокий сан, и свою громадную власть, он запряг колесницу свою и выехал навстречу Израилю, отцу своему, в Гесем. И, увидев его, пал на шею его, и долго плакал на шее его. Вот блестящий царь Израиля Соломон, слава о богатстве и мудрости которого гремела далеко на востоке, и вот отношение его к матери. Вошла Барсавия, мать Соломона, к царю Соломону. Царь стал перед нею, поклонился ей и сел на престоле своем. Поставили престол для матери царя, и она села по правую руку его. Во всей истории христианства мы видим немало примеров подобных же отношений к родителям. Уважение к ним, полная покорность, самоотверженная любовь и всегдашняя забота – все это составляет непременную черту жизни древнехристианского семейства. Из бесчисленного множества примеров возьмем лишь несколько. Свидетель Григорий Богослов, в молодости один из лучших учеников Афинской школы, имел все шансы на самую блестящую карьеру. Ему предлагали лучшие места в Афинах, ценя его знания и таланты. Жизнь улыбалась ему, маня славой, богатством и почетом. Он отказался от всего и поселился в бедном городке на Зиазе. Ибо там жили его родители, нуждавшиеся в его поддержке. Его заветную мечтой всегда было монашество, подвижничество, тихая жизнь в пустыне. В школьные годы он часто беседовал об этом со своим другом, святителем Василием Великим, проникнутым теми же стремлениями. Друзья мечтали об этом, строили планы, полные светлых надежд и чистого юношеского увлечения. Ради родителей святой Григорий отказывается от дорогой мечты и от всех планов. И когда святой Василий напоминает ему о них и приглашает жить вместе в пустыне, он отвечает ему письмом. «Я должен нарушить данное обещание, но то не моя вина, ибо долг дружбы должен уступить закону сыновьей любви». И в горячей молитве к Богу он так объясняет молитвы своего отказа. «Услуживая родителям, я думал исполнить угодное тебе, Царь мой Христос. Ибо ты даруешь смертным детей, дабы они имели себе помощь, и ими, как жезлом, подпирали свои дрожащие члены». Наш отечественный подвижник, преподобный Сергий Радонежский, также стремился к монашеству и уединенной жизни еще в юности, но ради отца и матери откладывал исполнение этих желаний. «Сын мой», — говорили ему родители престарелые Кирилл и Мария, «побудь с нами до нашей смерти, не оставляй нас. Закрой нам глаза, а там поступай по желанию сердца своего, как Господь укажет тебе». И покорный сын свято исполнил просьбу родителей. Он оставался с ними до их смерти, оберегая и поддерживая их старость. И только похоронив их, принял иночество и ушел в пустыню. Другой великий подвижник, святитель Савва, архиепископ Сербский, выполнял за своего старика отца все подвиги и молитвы аскетической жизни, которые тот уже не мог нести подряхлости своей, взяв на себя таким образом двойное бремя подвижничества за себя и за отца. Почему же важна пятая заповедь? И почему святые угодники так строго соблюдали ее? Мы знаем, что все заповеди даны Господом для блага самого же человека. Оно представляет собой те духовные основы жизни, утверждаясь на которых человек может создать себе счастье и прочную будущность.